Согласно прогнозу погоды на 2 октября, в Рязани температура воздуха составила не выше 7 градусов тепла. Обычно спасение от осеннего холода мы ищем в теплых квартирах. Вот только жители дома 34 по улице 4 линии особой разницы температур в квартирах и на улице не ощущают. Дело в том, что ежегодно мы в начале отопительного сезона просто замерзаем, потому что нам никогда не дают отопление вовремя. И сейчас у меня в квартире температура воздуха 16 градусов. Это при включенных обогревателях. Евгения живет в доме последние 5 лет. Из года в год ситуация с пуском отопления одна и та же. Про дом то ли забывают, то ли откладывают на последние числа. По словам жильцов, каждый год теплосети ЖЭУ сообщают им о постоянных прорывах теплотрассы. Сегодня уже 8 день, когда дают отопление. У нас его до сих пор нет. И по информации, которую я получила в теплосетях, его сегодня точно не будет. От холода в квартирах спасаются по-разному. Кто-то ходит по дому в верхней одежде, другие же включают обогреватели. Дети под тремя одеялами спят. Бегом бегут в школу, по которой дали отопление еще неделю назад. И так далее. Как спасаются пенсионеры и маленькие дети, которые не ходят в детские садики школы, я совершенно не представляю. Сторожилы дома номер 34 по улице 4 линии рассказывают, что такая ситуация была здесь всегда. Отопительный сезон для них наступает позднее всех. Мы свои обязательства перед теплосетями выполняем. Платим мы все регулярно за отопление. И, соответственно, ждем такого же от теплосетей к нам отношения. Прорыв теплотрассы. И именно такой ответ нам дали в управляющей компании. И хоть обещанное тепло должно было попасть в дома именно сегодня, сколько еще времени жильцы проведут в своих холодных квартирах, неизвестно. Вот мы мучаемся. Каждый год в последнюю очередь нас включает. Надеемся, что власти города обратят внимание на проблемы жителей. И в этом году их дом начнет отапливаться в срок. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».